Есть два способа рейтингования федераций. Рейтингование по показанным результатам и рейтингование под обещания. Так вот, наше предложение будет рейтингование по показанным результатам. И, соответственно, федерация, которая либо перестанет соответствовать стандартам, которые будут утверждены, и не будет попадать в рейтинг по тем критериям, которые будут введены. А сегодня разрабатываются эти критерии. Это один из вопросов нам на конференцию, поскольку эти критерии должны включать в себя результаты на международных соревнованиях. Но это не единственный критерий, поскольку критерий массовости, критерий привлечения в разные социальные сферы нашей страны. Телевизионные рейтинги, уровень популяризации, количество спортивных баз и так далее, потенциальные возможности. Это тоже те рейтинги, которые будут стимулировать федерации к развитию. И если федерации на сегодняшний момент не соответствуют стандартам и критериям, для них это будет стимулом к тому, чтобы начинать соответствовать. Потому что федерации — это все открытые организации, которые саморегулируемые и самоорганизуемые. Они состоят из всех тех же спортсменов, тренеров, спортивных клубов, секций. И это все те люди, которые и создают вид спорта. И если сегодня, к примеру, в каких-то федерациях есть какая-то узурпация власти, то как только эта узурпация власти будет стоять на пути к развитию федерации, то внутренние силы федерации будут ее приводить в состояние соответствия. И это будет еще одним стимулом для прозрачной, простой и эффективной системы развития вида спорта. Поскольку федерации — это общественные организации, они открыты полностью. Витископ. Спортивное видео.